В 2020 году на фоне пандемии число людей в Московской области, оставшихся без работы, выросло в 6,5 раз. Властями были увеличены размеры минимального и максимального пособий всем, кто встал на биржу труда. Сумма выплат с апреля по октябрь составила более 4,5 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр социальной защиты населения Московской области Ирина Фаевская во время визита в наш муниципалитет и посещения Ленинского управления соцзащиты. В период пандемии и правительство Российской Федерации, в том числе наш субъект, Московская область, тоже понимали, насколько жителям сложно в этой ситуации. Поэтому размер минимального пособия был увеличен с 1500 до 4500. Максимальное пособие было увеличено до 12 130 рублей. И еще была введена по решению губернатора Московской области региональная доплата до 15 тысяч рублей. Кроме того, официальному безработному полагалось дополнительно 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Все эти нововведения действовали до 1 октября. Сейчас минимальный размер выплат такой же, как был до пандемии. А максимальный сохранили. Всего на бирже труда зарегистрировано почти 140 тысяч человек. В областной базе 50 тысяч вакансий. Ознакомиться с ними можно на сайте Центра занятости населения, в разделе «Поиск работы» или на портале «Работа в России». Если все-таки не получается трудоустроиться по вот этим вакансиям, то специалисты Центра занятости могут по направлениям от работодателей отправить человека трудоустроиться, либо переобучить, повысить квалификацию. Подать заявление и встать на учет по безработице можно как при личном обращении в Центр занятости, так и на сайте «Труд всем». Временное правило дистанционного обращения граждан действует до конца этого года.